Как он мог любить русских, если его семью расплачивать? Ну, украинец, полнословник, украинец. Если его семью расплачивать, да? Потому что он воспитывался в детстве. Представляешь, у тебя отобрали семью и воспитывали в ужасных условиях с детства другой народ. Когда началась война, все богатые, он с богатой семьей. Если я найду, тебе покажу фотографию. Сидит на побережье красивое море черное. Такой диванчик, одетый такой. Вот тут я ему сказала, ты какой... Правильно, я видела кино, как все вот эти бандеровцы, богачи, когда наши победили, пароход же, там море черное. Это, как они лезли в пароход, как они обрывались, тонули, что там было, это дикий ужас. Вот, вот он и остался. А ты что-то, ты что-то про повадку взять, а? Ну... Он был на Украине, пришли на Украину войска, его родных всех убили. Не убили, они у всех богатая семья, у нас богатая семья. Но их бы убили. Не убили. Они утонули, как они цеплялись, лезя на это, за границу уезжали, убегали. Но их бы убили все равно из-за того, что они богатые. Вот. Богатая семья, но он такой идиот, что не дай бог. Представь его... Представь... Представь себя на его месте. Ага, ага. У него богатая семья, и ее просто приходит... Да. Никто его не убил, они получил... Они бы все в лесу сдохли. Когда ты приехал? Бандеровцы 70 лет жили. Ты там не был? А я была там, в Западной Украине. Их бы 70 лет в лесу держали. 70 лет, все бандеровская вот эта вот банда, она жила 70 лет. Мы приехали туда, я же два раза ездила в Западную Украину. Там такие леса, если бы ты не ездил, то это богатая такая земля. Если ты знал, вот почему сейчас такое получилось отобирать. Ну а почему они убегали так? Ах, бог твоя мать. Потому что советство власть. Ну вот. А ты не... Ты кино вот побольше смотрел бы? Нет, подожди. А эти кино? Не хочу... Если бы они не боялись, что их поубивают или что-то сделают... Они... Да... Богатые? Тебе рассказать? Когда мама вон, в барокке... Рядом. Как они богатые, что они вы делали? Колхоз? Кто идет в колхоз? Ну все соглашаются. Раз... Колхоз, колхоз, советская власть. Не пойдем. Приехали, зашкирнять их, посадили их на лошадь, на телегу. Дали только топор, лопаты там вилы. И увезли их в такой лес. И один из них убежал. У него встретились, и он типа только сказал. Сын, парень убежал. А они все там подохли. Говорят, у них внутри позавиделись. Я говорю, черви? Это что от голода? Не-не-не, рассказывай, рассказывай. Не надо. Если ты не знаешь жить, молчи. Черви внутри тела? Мать, я сказала, что за фигня, а? Нет, рассказывай, рассказывай. Да иди ты нахер. Все. Ты расскажи, прадеда, расскажи. Какой он плохой был, что его пришли советские солдаты. Его родители сбежали, утонули, умерли. А его в детдоме там, наверное, избивали, насиловали. Наверное, его реально... Ну, представь детдом. Какое там отношение к человеку, тем более к Бадерову. Я сидела с литовкой. Я жила с дедомовцами в Квачинске, пока ремонт шел, когда мы приехали учиться. Ну, я сидела с ней. Ты знаешь, как их одевали у нас? Мы в жизни не видели в то время такой одежды. Шерстяные платья, белые наши, так и относились к их детям. Она с ней сидела за одной батой. Почему его... И даже не хотела, она со мной в воду кривила. Почему его родители пытались в воду выпрыгнуть, лишь бы к советским властям не попасть? Чё они не могли? Чё они немцев-то-то не боялись-то так? А что немцы делали? Надо кино смотреть. Когда... Германия-то была напополам разделенная, милочка? Нет, а когда немцы пришли на Украину, они чё? Они... Они знаешь, как убивали? Знаешь, как убивали этих же украинцев? Ой-ой-ой. И много оказалось у средних предателей. Ну, почему не слушаешь? Ты как, как часу ночи Путин, когда ведёт передач, не смотришь? Во сколько он ведёт? Они всех-всех евреев согнали, они показывали. Ну вот, совсем я смотрела по телевизору. На Украине очень сильно всех немцев загоняли. И там и немцы били русских, и украинцы били. А евреев сжигали всех. А это... А скажи, как русских набивали битком на войну? А другие национальности... Ах, вообще-то... Не, а можно сказать, когда раскулачивали, то в лес сдавали, а они там все вздыхали, как холодно? А Соловьёва смотрите? Подожди, Соловьёв. Соловьёва смотрите. Я не Соловьёв показывал, а это Путин. Ну, Соловьёв вообще-то вот это вот всё собирает. Соловьёв, я согласна с тобой. Соловьёв нормально. А ещё есть этот... Кто там ведущий? Ну, а если тот, кто не согласен с Путиным, ему на вилы надо... В милицию сдать. Кто Путина, кто не согласен, не уважает Путина. Закрывайте дветы как надо. Те, что закрыты... На вилы ты бы подняла того, кто не уважает Путина. Я уважаю. А тот, кто сказал бы плохо про Путина, ты бы... Что сказал ему? Ты сюда далеко пошла? Пойдёте по-маленьку. Я да не знаю. Мама, так ребёнка едет. Ах, мой мой. Он тот раз приехал. Я уехала. А ты сколько приехала? Сюда.